Евгений Смирнов Евгений Смирнов Чемпион России по брейк-дансу В 2012 году в результате автокатастрофы Лешился ноги Расскажите, ведь история Действительно могла По сути прекратить Вашу спортивную карьеру Тем не менее вы не сломались Продолжили заниматься Вашей любимой греблей Более того Не бросили танцы До аварии я танцевал Танцевал с детства, с 14 лет Начал танцевать и заболел Действительно заболел Наверное, неизлечимая болезнь Это танцем Как в какой-то миг, когда вы поняли Наверное, уже после операции Что делать? Как быть с этим? Как идти дальше? В буквальном смысле Как идти дальше? Что делать? Ну, знаете, Николай, у меня Такой вот образ жизни Когда я встречаю на своем пути Какие-то трудности, проблемы Не оптимист Это первое, что вот Я считаю, что мне дано Вот это вот Чувство Все время радоваться чему-то И в самой большой даже проблеме Провале в самом большом Я ищу Хотя бы маленькую зацепочку Где можно улыбнуться Меня очень поддержали мои друзья И я увидел в этом Именно вот ту Вот ту грань Когда нужно все-таки Идти дальше Не падать На кровать Не лежать Не закрывать глаза Не прыгать с балконов А нужно идти И идти ради того, чтобы Те люди, которые поддержали тебя Те люди, которые живут с тобой Мои родственники Племянники Мои друзья Они Каждый сделали свой маленький вклад Совсем Каждый по чуть-чуть Они сотворили море И высушить это море Я уже не мог Я просто начал идти Идти И идти вперед Чтобы сделать из него Не знаю Так Океан Океан Вот Скажу о гребле Про которую вы уже упомянули Вот Когда я Только прошел реабилитацию Год Я катался по России Меня зашивали Штопали Под Подлатали Подлатали Да Все это закончилось Я приехал в Краснодар Я начал себе искать Какое-нибудь занятие Чем мне нужно Можно сейчас заняться Чтобы это было не травмоопасно В данной ситуации Так как После аварии У слишком мало времени прошло И я выбрал греблю Ну и не зря Я раньше ей не занимался Она пришла мне в голову Потому что мой отец Всю жизнь проработал На судостроительной верфи У нас В моем родном поселке Лазаревская Вот И мы периодически С ним уезжали на рыбалку На обычной лодке С веслами Ну и вот он садился на нос Давал мне эти весла И аж А я греб И мне это нравилось Просто Я от этого прям Было в восторге И когда я приехал в Краснодар И начал узнавать Какой спорт А тут раз И набор в греблю И я понял Что Ну это все не зря Все складывается Все так Как-то идет По накатанной Что ли Я себе дал Установку Как бы В голове Вот Что Я займу Третье место в России И уйду Все Вот мне больше не надо Не надо мне Первых мест Я не буду стремиться Но За то время Пока я буду идти К цели К своей К третьему месту Самое главное Я восстановлюсь физически Я наберу Ту форму Которую я утерял После ДТП Я научусь Управлять Одной ногой И так получилось Через два года Я занял Ну я чуть-чуть Переплюнул Так получилось Я занял второе Второе место Все И я оставил греблю И я понял Что мне пора Начинать Возвращаться В танец Мы вдвоем В округ солнца На земле День за днем И под ярким сонным И под дождем Двоем Все на свете Вместе Переживем И когда-нибудь В один день умрем Мы вдвоем Ну это удивительно На самом деле Это как-то Предваряло Ваше возвращение К танцам К любимому Да, абсолютно верно К любимому делу А Вот это Все говорят Сила духа Стойкость Человек с этим Рождается Или все-таки Это можно воспитать Или это Можно, конечно Я думаю Что у кого-то Это действительно Дано С детства Прям вот Вложено Но я Также считаю Что это можно Воспитать Можно себя Перебороть Можно себя Этому научить Вот у меня Такое мнение По поводу Вот Смотрите Есть такие ситуации Даешь человеку Работу Он жалуется Ой, я устал От работы Это не то Мне это не нравится Забери у человека Работу Он опять начнет Жаловаться Что у меня нет работы Что мне делать Опять все не то Зависит все От человека То, что у него в голове Ты пессимиста Абсолютно Ну вот Я считаю Что воспитать В себе Это можно И как я Ну как я себя В этом воспитываю Как воспитывал Так и воспитываю И продолжаю Я полностью солидарна Полностью поддерживаю Что есть категория Людей Которые Родились Вот с таким позывом С таким геном Хорошим Есть категория Людей Которые могут Воспитать в себе Самостоятельно Это Качество Которое тебя Будет двигать 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 Среда должна состояться Вот я больше Готова Говорит о том Что какая у тебя Среда Какие обстоятельства И сильный Сильный человек Не знаю Может даже обычно Поэтому какой он силой обладает Начинает развивать себе Культивировать себе Эти качества И когда ты чувствуешь Отдачу от близких Оно больше взращивается Евгений Я на самом деле Хочу пожелать Чтобы ваши ситуации Заканчивались всегда Только положительным финалом И в память Об этой передаче На которую Спасибо огромное Вы пришли Вот это письмо От телеканала Спас С учетом Действительно Ваших Не только заслуг Но и признание Твердости духа И силы воли Спасибо вам большое Спасибо большое Спасибо вам Светочка Про девушек Мы не забываем Эти цветы тебе Потому что Огромное количество Девушек Девочек Сейчас Вдохновленных Твоим Примером Я уверен Буквально уже сейчас Бегут В спортивный зал Хотят стать Олимпийскими чемпионками Спасибо тебе большое Это мое самое большое пожелание Чтобы дети Занимались спортом Евгения Я в свою очередь Тоже хочу тебе подарить Подарок Книгу Которую я написала Совместно Со своей подругой О моем пути В жизни Здесь тоже были Проблемы И радости И счастливые моменты И грустные И также у меня Здесь есть пожелания Для тебя Ты их прочтешь Потом про себя Они очень откровенные Я тебя поздравляю С твоими новыми планами С твоими идеями Будем двигаться все Вперед Да, дорогие друзья Только вперед Именно на телеканале Спас На программе Сила Духа Наши гости Вам расскажут Как Нужно справляться Со своими Слабостями Всего доброго До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok